Поздравляю вас с наступившим Новым Годом! И мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Это уже наш второй концерт. Первый мы играли в первую числе. Мы сегодня уже начались такие нормальные концерты. Надеюсь, что все будет в этом году не хуже, а может даже и лучше, чем в прошлом. Так что мы должны жить вот такими мыслями, с надеждой на все лучшее. Мы сегодня сыграем... Мы недавно сделали композицию, составили ее из самых разных произведений. Сейчас я их так перечислю. Мы, в общем, переходим как бы немножко к новому методу подачи материала. Не отдельными пьесами, а иногда мы будем их как-то комбинировать фрагментами короткими, чтобы получалась такая композиция, ну, уже развернутая. Мы начнем с гениальной мелодии, которую сочинял Орнет Коман. Ну, я думаю, что большинство из вас не очень себе представляет, кто такой был Орнет Коман. В двух словах скажу, это был гений, который впервые в мире предложил играть атональную музыку. Его вообще подвергли жуткой критике. Даже джазмэн, это был 1958 год, он назвал это фри джаз. То есть он отказался от всего, что было вообще характерно для джаза. От ритма, от свинга, от квадрата, от гармонии. Даже от строя. То есть он стал играть как-то нарочно фальшиве. Потом выяснилось, что у него под любым этим основанием есть подоплека научная. Так вот, он был потрясающий мелодист. И вот сейчас прозвучит вначале фрагмент из его пьесы, которая, собственно говоря, и переменила к нему отношения. Потому что когда все услышали вот эту мелодию, которая называется «Lonely Woman» – «Одинокая женщина», его как-то зауважали, а потом через год после этого его представили на Грэмми уже. Представляете ли? Так вот, мы начнем с очень короткого варианта мелодии «Lonely Woman», который перейдет в фрагменты из оперы «Безе» Франдола, такой национальный танец. И потом мы сыграем один из джазовых хитов «Take Five», который исполнял квартет Дэйва Брубека. Это был тоже самый 58-й год, когда Дэйв Брубек вообще приехал из Калифорнии со своим квартетом. Уберите это, дескатус, срочно. Приехал в Нью-Йорк и начал играть не на 4 четверти, когда это было в джазе, а на 5 четвертей, на 7 четвертей с переменными размерами. Его тут же обвинили, что он вообще, это не джаз никакой. И прошло буквально один год, и эта пьеса стала хитом на 5 четвертей, и все стали играть на 5 четвертей. Вот мы сыграем нашу версию «Take Five». Затем вы услышите, как на 5 четвертей знаменитый певец Стинг написал пьесу «Seven Days». И закончится еще одной балладой Стинга. Вот эта композиция. Ну и в финале снова напомним тему Фарандога. Вот такая схема. Начинаем с орган такого момента – «Лоли Тюммани». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 он мне это очень много дало, поскольку Мэнс Дэвис был гениальный человек, который создал несколько стилей. И вот уже под самый конец его жизни, а это были для начала 90-х годов, появляется в его репертуаре пьеса с таким странным названием. Это были советские времена, мы все слушали только из эфира. И вот эта пьеса «Туту» – странное название, я не придал значения, хотя пьеса потрясающая совершенно. Я только тогда знал, что ее сочинил не Мэнс Дэвис, а его бас-гитарист и помощник ближайший Маркус Миллер. И вот только потом я уже узнал, кто такой «Туту». Это историческое лицо, его вообще настоящее имя – Десмонт Мпилу Туту. Это, в общем, архиепископ Криптаунский, прославившийся тем, что он боролся с апартеидом. Ну, мало кто тогда еще знал, что, оказывается, нацизм, думали, что он в Германии все уже закончил. Нет, он далеко в Южной Африке существовал. Такой же точно нацизм, но только там он не был направлен на евреев, а просто был направлен на любых, кто был не согласен с теми, кто был у власти. А методы были расправы точно такие же, как в фашистской Германии. И долго никак не могли к ним подобраться. И вот этот Десмонт Туту, так как он был, ему чин, сам вручил сам римский папа, он начал бороться с этим. Например, его друг Нелсон Манделла, наверное, вы знаете, 20 лет посидел в тюрьме. И ничего не мог сделать, и, в общем, почти там и умер. А вот сам Десмонт Туту наконец-то добился, что апротеи был при помощи международных организаций в 84-м году прикрыт, и там началась, в общем, нормальная жизнь. И вот именно этому человеку и этому событию Маркус Миллер и посвятил пьесу, которую мы сейчас исполним. Итак, Туту. Туту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА